Накануне в городе над Богом состоялось закрытие третьего трудового семестра образца 2014 года. Члены городских студенческих отрядов закончили свой рабочий сезон и пересели за парты, чтобы продолжить теоретическое обучение. Ребята признаются, что такое погружение в будущую профессиональную сферу – хороший способ понять, знаний в какой области еще недостаточно, что необходимо доработать и какие пробелы восполнить, чтобы, окончив вуз, быть грамотным и максимально подготовленным специалистом. Я был участником в прошлом году тоже строительного движения такого, то неплохие деньги привезли, понравилось вообще практику, провели не лежа на диване, а как-то вот с друзьями в компании, в хорошей компании. Заработали денег, получили хороший опыт, так и хотелось вот съездить в этом году. В этом году уже была стройка немножко пообширнее, поважнее и вот больше даже денег получили. И вот, как вам сказали, мы получили самую высокую зарплату по республике, нам это понравилось, я думаю, даже в следующем году хотел бы туда попасть. На торжественной церемонии слова благодарности звучали в адрес тех, кто обеспечил ребятам рабочие места и возможность попробовать профессиональные силы. К сожалению, пока определенные сложности в трудоустройстве молодежи существуют. Далеко не каждый руководитель готов предоставить возможность работы временной. Есть некоторые нюансы и в части законодательства. Однако при грамотном подходе эти вопросы решаемы. И удачные примеры взаимовыгодного сотрудничества членов студотрядов и организации области лучшее тому подтверждение. Одна из проблем, ну будем говорить так, занятости, это возрастной ценз. Это да, здесь этого отнять нельзя. Если это касается студенческих отрядов 18 лет и дальше, то здесь проблем особых нет. Что мы же еще говорим о молодежи, которая несовершеннолетняя. Здесь вопросы есть. Но я для себя уже сделал вывод, чтобы не прятаться за какие-то, будем говорить так, законодательные несовершенства. Просто нужно точечно работать. И как пример, вот то, что в общем-то и эту проблему можно решать, это у нас есть такое предприятие облресурсы. Облресурсы, которое перерабатывает различное вторсырье. И вот на базе, впервые в этом году, на базе этого предприятия, мы создали такой вот отряд именно для молодежи несовершеннолетней, где вот этот ценз очень так остро стоит. И нашли выход. И в общем-то тоже решать можно. Не последнюю роль в студотрядовском движении играет материальная составляющая. Юноши и девушки рады возможности пополнить свою личную денежную копилку, а потому охотно записываются в ряды строительных, волонтерских, педагогических и других рабочих бригад. В этом году средняя ежемесячная заработная плата в таких отрядах составляла 4 миллиона белорусских рублей. Если говорить о средней заработной плате, в этом году это порядка 4 миллионов. В студенческом отряде можно было заработать за месяц. В педагогическом отряде это меньшая сумма, а в строительных отрядах у нас более 10 миллионов. Это был рекорд по городу. Одним из фактов, которые подтверждают важность и значимость поддержки студенческих отрядов, является желание самих ребят и их заинтересованность. Многие молодые люди на третий трудовой семестр записываются регулярно на протяжении всей учебы в ВУЗе. А потому можно не сомневаться, что строитрядовскому движению быть и возможно еще не один десяток лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!